Когда вы слышите Макао, что первое вам приходит на ум? Приветствую всех у себя на канале. Меня зовут Кристина. Это Кирилл. Это я. Мы путешествуем и понемногу живем в разных странах. Сейчас мы находимся в Гонконге, но мы находимся буквально в часе пути от Макао, куда мы сегодня отправляемся. И именно из Макао будет сегодняшний выпуск. Что же такое Макао? Макао, так же как и Гонконг, является специальным административным районом Китая. Только вот в отличие от Гонконга, он был колонией не Великобритании, а Португалии. Это оставило заметный след в его культуре, архитектуре и идентичности. У Макао сейчас есть собственное правительство, своя судебная система и экономическая политика. Между Макао и материковым Китаем действует паспортный контроль. Макао пока что сохраняет значительную степень автономии, хотя в вопросах внешней политики и обороны полагается на центральное правительство Китая. Нам удалось познакомиться и пополтать с девушкой, гражданкой Макао. Она рассказала нам, что у нее два паспорта – Макао и Португалии. Если не вдаваться в подробности, то люди, родившиеся в Макао до передачи суверенитета Китаю, а также их дети, могут иметь право на получение гражданства Португалии. Мы спросили ее, кем она себя считает. Она ответила, что лично она считает себя Макао и никак не идентифицирует себя с Китаем. Как можно добраться из Гонконга до Макао? Вариантов на самом деле всего два – это автобус и паром. По стоимости они стоят примерно одинаково, а вот по времени они очень сильно отличаются. Автобус идет около четырех часов, а вот паром долетает всего за один час. На двоих это будет стоить 50 долларов. Мы взяли эконом-класс. Ласс более высокий, стоит уже больше. Подошла наша очередь загружаться в паром. Пойдемте посмотрим, как выглядит этот паром сверхскоростной изнутри. Загружаемся в наш паром. Здесь прям все как на самолетах. Тоже стюарты стоят, вас встречают. Спрашивают билетики, считают пассажиров. Паром прям как самолет. Посмотрите, такие места. Нам дали тоже определенные места. Есть туалет, есть бесплатный Wi-Fi. Большое пространство перед ногами. Вот столики. Столики вон есть, да. Вот здесь вон место можно сумки поставить свои какие-то. Короче, прикольный паром. Локацию, откуда отходит паром, я оставлю в описании к этому видео. Плюс я оставляю все локации, все интересные места у себя на канале в Телеграм. Обязательно подписывайтесь туда. Там я бываю чаще и контент там выходит гораздо чаще и в большем объеме. Вот мы и прибыли в Макао. Насколько мне известно, в Макао, в принципе, используют гонконгские доллары. Они ходят в обороте. И вроде бы их даже не надо менять. Но это ведь так интересно. Сейчас мы стоим как раз у обменника и меняем деньги. Курс, курс? Чуть лучше, чем один к одному. Курс даже лучше, чем один к одному. Поэтому мы сейчас меняем гонконгские доллары на валюту Макао. Кстати, как она называется? Видимо, Макао Покатас, что-то такое. Кстати, что самое прикольное, когда вы только вот въезжаете в Макао, и что первое вам бросается в глаза, это то, что здесь вывески все на португальском языке. Это так необычно. В Гонконге ходят английский язык, и они, в принципе, активно граждане Гонконга говорят на английском языке. А вот в Макао все на языке на португальском. Мне кажется, это очень интересно и удивительно. Добраться от парома до центра города можно легко на общественном транспорте. К нашему отелю ходит автобус 29, 28B и десятка вроде, если я не ошибаюсь. В общем, добрались до центра города. Сейчас будем заселяться в наш отель, посмотрим, что будет там после гонконгской коморки. Я буду не удивлена. Но в целом на Букинге выглядело вполне прилично. По крайней мере, такой он был светленький. И что самое прикольное, туда входили завтраки. Стоимость примерно такая же, как и в Гонконге, но с завтраками, что не может не радовать. В общем, вот наш отель. Сейчас я вам обязательно покажу, что мы арендовали. Стоимость нашего отеля на три ночи вышла 236 долларов. 250 долларов? 250 долларов США. Мы начинаем селиться. Так, ну что, мы вот прям заселяемся. Вы только посмотрите, какие просторные номера. Тут даже есть рабочий стол, чайник не пластиковый, кружки стеклянные. У нас в Гонконге, вы просто не представляете, был чайник для кипятка, и он был пластиковый. И пластиковые для кипятка кружки, это кошмар. Здесь, конечно, вид у нас на стройку. И кровать маленькая. Вот здесь тоже все, режимы всякие есть для чтения, для прочего. Короче, классный отель. Смотрите, отдельная ванна. Всякие приборчики тут есть. Вот это я понимаю. Душ нормальный. Ну, короче, Макао пока что вообще просто радует. Будет приятно провести здесь три ночи, а не как в Гонконге. Мы просто в какой-то коморке и бегали-бегали, старались вообще даже секунды лишнего времени там не находиться. Заселившись в отель и скинув все вещи, мы решили не тратить оставшиеся полдня и пойти осматривать город. Мы отправились смотреть на вечернюю жизнь Макао. Субтитры сделал DimaTorzok Когда вы слышите Макао, что первое вам приходит на ум? Мне кажется, как и многим, это приходит, конечно же, казино. В Макао очень-очень много казино, а китайцы очень-очень азартные. В самом Китае, так же, как и в Гонконге, запрещены азартные игры, запрещены казино. И если в Гонконге они организовывают себе казино на воде, катера, яхты, и там они играют в казино, то вот Макао это целый отдельный город, где разрешено казино. Конечно же, невозможно ни сходить и ни посмотреть, и сейчас мы отправляемся именно туда. Макао часто называют азиатским Лас-Вегасом из-за его многочисленных казино. И их там действительно очень-очень много. И выглядят они масштабно и впечатляюще. Когда Макао еще было под управлением Португалии, правительство легализовало азартные игры в 1849 году для увеличения государственных доходов и привлечения туристов. Но и после передачи Макао Китаю и горную индустрию продолжали развивать. Как я и сказала, в материковом Китае за исключение лотереи азартные игры запрещены. Это делает Макао привлекательным местом для китайцев, желающих поиграть в казино. А связанные с казино развлекательные комплексы привлекают не только любителей азартных игр, но и туристов со всего мира. В итоге казино способствует развитию не только игорного бизнеса, но и отдельного бизнеса, ресторанов, шоу и других видов туризма. И является крупным источником налоговых доходов для правительства Макао. Самое известное и грандиозное казино в Макао – это Гранд Лисбоа. Это 47-этажный небоскреб высотой 258 метров и самое высокое здание в Макао, которое видно отовсюду. В нем располагается не только казино, но и отель, несколько ресторанов и выставочный зал, где выставлены различные антиквариатные предметы и редкие экспонаты, такие как изделия из бивней мамонтов. К сожалению, внутри самого казино снимать нам не разрешили. Я сделала несколько фотографий этого вычурного великолепия и оставила у себя на канале в Телеграм. Не забудьте туда подписаться. Сейчас мы проходим по какому-то очень красивому парку. Здесь такие просторные тротуары, есть какая-то вот зона парковая прямо посереди города. Все высажено деревья, красота, гулять даже, вот так вот просто прогуливаться по Макао очень-очень приятно. Продолжение следует... Еще одно наблюдение, которым я просто не могу с вами не поделиться. Мы уже находимся в Юго-Восточной Азии чуть больше года и абсолютно, наверное, нигде из всех стран, где мы были, но разве что, наверное, Сингапура, никогда на пешеходном переходе никто вас не пропустит. В некоторых странах и городах где-то прям совсем нагло, как, допустим, в Ханое, приходится прямо отбиваться от них. Где-то попроще, и ты просто выставляешь руку, идешь, и как бы тебя пропускают. Здесь же, в Макао, ты только подходишь к пешеходному переходу, и они сразу же первые останавливаются. Вот это суперудивительно! Вот именно такого не было еще ни в одном ни в городе, ни в стране. В первый вечер мы много гуляли по Макао и наблюдали за тем, как он весь светится и переливается яркими огнями. А в какой-то момент даже стали свидетелями небольшого шоу фонтанов, которое проходит каждые полчаса у одного из многочисленных казино. О-о-о! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На следующий день у нас по плану было осматривать историческую часть этого интересного города. Но у природы были явно другие планы. Погоды нам явно не везет. Вот уже второй день, как идет проливной ливень, гремит гром, сверкают молнии. Вот, может быть, слышите? А мы в Макао всего на три дня, точнее, на три ночи и два дня. И в Гонконге было точно так же. В Гонконге из-за этой погоды мы не смогли посмотреть Большого Будду. Надеюсь, что здесь мы успеем быстренько пробежаться. И хотя бы под дождем, пусть и под проливным, мы посмотрим на исторический центр. Мы зашли в местный 7-11 посмотреть, есть ли у них здесь дождевики. Например, в Таиланде всегда можно купить дождевик. Нам сказали, нельзя фотографировать, но мы и не фотографируем. Ура, кажется, мы нашли дождевик. Кирилл покупает дождевик. Бери два. Я пошла на улицу. Я не знаю, 7-11 и какие-то секретные данные, наверное, что там нельзя фотографировать. Так, мы нашли дождевики. И это супер. Пусть мы будем некрасивые в дождевиках, и у нас получатся некрасивые фотографии, по крайней мере, с нами. Но красота города этого не отменяет. И даже в целом, во время дождливой погоды иногда атмосфера и вот эти вот старые здания португальской архитектуры будут, наверное, выглядеть даже красивее, чем в яркую солнечную погоду. Надели мы на себя пакеты под фрукты. Теперь мы один большой фрукт. Причем они такие стремные, эти дождевики, не как в Таиланде. И не затягивается вот здесь эта штучка, и капюшон постоянно спадает с меня. Короче, не знаю, как мы будем в нем ходить, но мы идем. Мы не сдаемся. Мы хотим посмотреть хотя бы немножко этот чудесный город. Потому что сидеть в отеле, ну, вообще ни о чем. Когда ты в Макао, представляете, какие прикольные ощущения. И вообще неприятно, неприятно сидеть в отеле. Макао совершенно не радовал нас погодой. У нас было всего три полных дня, чтобы посмотреть главные достопримечательности Макао и погулять по городу. Все эти дни шел дождь разной степени интенсивности и продолжительности. Вы бы пошли гулять в дождь? Мы решили пойти. Купили дождевики и гуляли почти целый день. Я промочила полностью кроссовки. Мы запороли много кадров, которые я снимала для этого видео. Да и вообще, мы не посетили и не сняли всего, что я планировала. Но это было так весело, и я все думала, капец, я в Макао, где это вообще находится? Идет сильный дождь, а я гуляю где-то в Макао. Это так удивительно. Иногда, путешествуя по странам, мне кажется, это все уже таким обыденным. И бывают моменты, когда уже не удивляет каждая мелочь, как это было раньше. Но вот в такие моменты меня как будто прошибает настоящим и осознание, где я сейчас нахожусь. И что впереди еще столько всего неизвестного. Ведь я кочевник, и через три дня мне нужно будет не возвращаться из отпуска, а ехать дальше. Впереди у меня новые страны, города, и смотреть я буду уже на новые удивительные места. Я промокла вся насквозь. У меня, несмотря на дождевик, промокли все рукава у моей рубашки. У меня насквозь промокли все ноги. На улице жесткий ливень, он стал еще сильнее. И поэтому мы пришли пробовать местную еду. Мы решили попробовать динсану. Ну, за больше, чем год в Азии не сказать, что мы их ни разу не пробовали. Но будет интересно их попробовать именно в Китае. Там, где их готовят именно китайцы. Будет очень интересно посмотреть и попробовать. Громнейшие порции. Вы посмотрите, какие вот эти булочки Бао. Но они гигантские. Обычно они меньше. Это я уже покусала. Причем с грибочками мы тут взяли. С овощами. Все очень вкусное. Подача, конечно, у этих булочек тоже красивая. Нам тут сейчас кучу всего, судя по всему, принесли. Мы сначала подумали, их будет меньше в порции. Оказалось, прям очень много. Сейчас ужуремся. Все это вышло у нас на 162... Как оно называлось? Макаропатакас. Ну, мне вообще не слышали за то. Вот пока что. Пока мы сидели в китайской кафешке и ели паровые булочки Бао, дождь постепенно уменьшался. И в какой-то момент он закончился. Мы решили, что до нас не зашли китайские боги и можно продолжить свою прогулку. Макао сам по себе это сплошная достопримечательность. И там есть на что посмотреть. В городе уникальная смесь португальской архитектуры, узких и слегка холмистых улочек с мелкой брусчаткой, соседствуют с китайской культурой и бытом. На домах неоновые вывески, китайские фонарики, множество лавок со странной и непонятной едой. В 2005 году исторический центр Макао был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Исторический центр Макао – это совокупность более 20 мест, которые как раз и представляют это сосуществование китайской и португальской культур. В список этих мест входит собор Рождества Богородицы, который был построен в 1623 году. Правда, тогда он был деревянный и не такой большой. Помимо собора рядом находится симпатичная католическая церковь. А совсем неподалеку находятся еще несколько объектов. Например, площадь Синада. Она была сердцем Макао еще с колониальных времен и служила местом для общественных событий и собраний. Это место было ключевым элементом в административной и культурной жизни города. Подавляющее большинство зданий вокруг площади построены в европейском стиле, а сама площадь застелена мозаичным брусчатым покрытием, выполненным в волнообразных узорах. Рядом с площадью находится очень красивая церковь Святого Доминика. Она была построена аж в 1587 году тремя испанскими монахами из Ордена Доминиканцев. Церковь очень красивая. Она, кстати, до сих пор активно используется для проведения католических служб, особенно во время крупных христианских праздников, таких как Рождество и Пасха. Тем временем на улице снова стало темнеть и начался дождь. Влага, по пути нам попалась лавка, где торговали хорошими дождевиками, и мы сменили наш полиэтиленовый пакет из 7-11 на более приличный и добротный дождевик и отправились смотреть одну из главных достопримечательностей исторического центра Макао. Я вся умылась просто дождем. Вот мы и подошли к одной из главных достопримечательностей исторического Макао. Церковь, точнее, стена, фасад, руины церкви Святого Павла. Руины Святого Павла – это один из самых узнаваемых символов города, который является ключевой частью исторического центра Макао и включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор был построен в 1602 году иезуитами и стал самым значимым католическим храмом в Азии тех времен. За свою историю собор пережил несколько пожаров, последний из которых в 1835 году оставил лишь после себя фасад. Комплекс, включающий церковь и коллегиум Святого Павла, был построен с использованием камня, что было необычно для региона в тот период. Работы велись под руководством итальянского иезуита Карла Спинолы и китайских мастеров. Сейчас руины Святого Павла являются одной из самых фотографируемых достопримечательностей в Макао и обязательной остановкой для туристов. Рядом с этими руинами находится музей, известный как Музей религиозного искусства. Вход в музей бесплатный и расположен он в крипте, которая находится прямо под фасадом. Сам музей маленький и, если честно, довольно скучный. Мы зашли туда из-за усиливающегося дождя, но быстро там все осмотрели и отправились гулять дальше по дождливым улочкам Макао. Гуляя по улочкам Макао, я обратила внимание на фасады обычных домов, в которых живут самые обыкновенные люди. Меня заинтересовала одна интересная особенность, которую невозможно не заметить. И это обилие решеток на окнах. Буквально каждое окно и каждый балкон под решеткой. Макао, по крайней мере на первый взгляд, выглядит не просто безопасным городом, а очень безопасным. Поэтому вряд ли решетки стоят в целях безопасности от грабителей. Почему-то мне запомнилась эта деталь, но будучи в Макао, я так и не узнала, почему тут так много решеток. Когда же я села монтировать видео, я начала искать информацию и нашла интересное объяснение. Макао подвержена тайфунам и сильным ветрам, кстати, как и Гонконг. А решетки могут помогать защитить окна от повреждений во время штормов, предотвращая попадение в дом обломков и других летающих предметов. Уж не знаю, насколько это правда, но звучит очень логично. Как вы считаете? Продолжение следует... Продить по улочкам Макао можно бесконечно долго. В этом городе не нужны никакие развлечения, потому что прогулка по нему уже сама по себе классное развлечение. Гуляя по Макао, вы то и дело будете натыкаться на какие-то интересные переулки, например, как эта древняя улица. Когда-то это была улица и красный фонарей. Сейчас от прошлого не осталось и следа. Зато сохранился невероятный микс из европейской архитектуры и китайской культуры. Пройдя немного по этой улице и отклонившись от самых известных достопримечательностей, можно дойти до семинарии Святого Иосифа. Это простая, но тоже очень красивая церковь. На территории кроме нас никого не было. Тихое и спокойное место, докуда не доходит основная масса туристов. Совсем рядышком находится еще одна красивая церковь – церковь Святого Лаврентия. Загляните и туда. После чего однозначно рекомендую посетить Дом Мандарина. Это бывший дом и нынешний музей китайского мыслителя Жень Гуань Иня. Дом был построен в 1869 году и представляет собой традиционное китайское жилище, совмещая в себе португальское влияние. Внутри дома Мандарина много комнат и залов, каждый из которых оформлен в индивидуальном стиле. В доме сохранились многие элементы оригинального интерьера, включая мебель и предметы быта, что позволяет представить, как жила когда-то знатная семья. Это один из крупнейших семейных домов в Макао, который занимает площадь 40 тысяч квадратных метров. На территории действительно можно провести не 5 минут, как это обычно бывает, а как следует побродить, изучая комнаты и детали. Можно сделать и парочку классных фотографий. При этом тут практически не было людей, было очень тихо и спокойно. Поэтому, если будете в Макао, я рекомендую туда заглянуть. Место красивое и тихое. И мне понравилось намного больше, чем другие более распиаренные достопримечательности. К сожалению, из-за того, что в Макао мы пробыли всего 3 дня и все это время лил дождь, мы не успели сходить во все места, куда я планировала заглянуть. И нам пришло время улетать. Вот и наступил день нашего отлета из Гонконга и из Макао. Но вылетаем мы именно из Гонконга и отправляемся мы в следующую страну. Следующая страна это будут Филиппины. Но об этом я буду снимать уже отдельное видео. Там мы планируем посетить несколько островов. Так что, возможно, видео даже будет несколько. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые выпуски. А сейчас я хочу вам рассказать на тот случай, если вы окажетесь в Макао, а вылет у вас будет также из аэропорта Гонконга. Я хочу вам рассказать, как добраться из Макао прямо до аэропорта Гонконга. Ну, точнее, это расскажет мой муж Кирилл. Да. Всем привет. Ну, в общем, для того, чтобы поехать в аэропорт Гонконга, сначала вам нужно будет из города доехать до остановки, которая находится у парома. Все, конечно же, локации мы оставим в Телеграме у Кристины и, возможно, в подписи к этому видео. Так вот, сначала мы доезжаем до парома на любом автобусе. Это может быть 3-й, 28-й А. Но лично мы из центра ехали именно на 3-м автобусе и буквально за 10 минут доехали до туда. Очень много автобусов туда вот именно до парома едут. Далее от паромной остановки там уже есть бесплатные автобусы, которые едут до вот этого вот моста. Это уже такая транзитная зона. На паромной остановке в самом конце вы должны будете найти 3, точнее 4 заветных буквы. ХЗМ и Б. Там у вас будет бесплатный шаттл до вот этого места, где мы сейчас находимся. Это место, это такой здоровущий автобусный хаб, можно сказать. Это такая здоровенная остановка, в которой как раз-таки вы уже и будете чекиниться и проходить там микротаможенный контроль. Для того, чтобы уже поехать в аэропорт Гонконга. Здесь вы можете купить уже билет за кэш, либо это можно сделать в онлайне. Наверное, так будет удобнее, но там принимают только виза и мастер-карт, так что имейте это в виду. Стоимость билета будет 280 долларов Макао, точнее Макао по такос на человека и 560, соответственно, на двоих. Автобусы ходят конкретно до аэропорта Гонконга раз в час, да? Я правильно понимаю? Раз в час, начиная, по-моему, с 7.30, если я не ошибаюсь. Поэтому учитывайте этот момент. Мы приехали, получается, где-то к двум. То есть мы могли бы успеть на 14.30, но нас туда уже не посадили. И дальше следующее сказали только в 15.30. Сам зал ожидания здесь очень удобный, комфортный, но здесь нет вообще ничего. Мы хотели выпить, может быть, кофе или хотя бы просто горячей воды где-нибудь взять, чтобы у нас есть пакетики чайные. Я из отеля взяла. Здесь негде даже просто купить обычного кофе или чая, ничего вообще абсолютно. Диванчики, розетки и всё. И туалеты. Да, и туалеты. Но тут, видать, не предназначено долго времени сидеть, потому что автобусы часто, но выходит, нам всё равно полтора часа сидеть сейчас. Спасибо, что посмотрели это видео. На этом мы заканчиваем и увидимся уже в следующих сериях. Всем пока! Пока!